Советник директора Национального института стратегических исследований, дипломат, в прошлом представитель Украины при Европейском Союзе Андрей Иванович Веселовский присоединяется к нашему эфиру. Приветствуем вас. Спасибо большое, что нашли время. Добрый день. Добрый. Первый вопрос. Смотрите, только что лицезрелий сюжет наших коллег относительно пресс-конференции Владимира Зеленского. Давайте такой базовый вопрос. Вот насколько сейчас на третьем году полномасштабной войны важны подобные пресс-конференции? Там ведь была и западная пресса, которая не всегда задавала, скажем так, приятные вопросы. Вот мой коллега Александр четко подметил, что был там вопрос относительно того, стоит ли договариваться. Возможно, стало ли время договариваться с Путиным? Такое, прямо скажем, провокация. Вообще, насколько важны подобные пресс-конференции сейчас на этом этапе войны? Умное, хорошее, правильное и честное слово не только воодушевляет, но и раскрывает ложь и недостатки противника. Поэтому недооценивать значение такого открытого разговора с прессой, который вот сейчас состоялся вчера, нельзя ни в коем случае. Помнится, в самом начале войны многие наши соотечественники сетовали на то, что мы не подготовлены достаточно информационно, что мы не все знаем, что на Западе в основном делают выводы из того, что сообщает московская пресса и прочее, прочее. Сейчас это совсем не так. Подобные пресс-конференции действительно открывают, не будем говорить открывают глаза, у многих глаза открыты. Но дают те необходимые детали или реперы, на которых строится доверие к Украине. Вы сказали, что вопросы некоторые провокационные. Да нет, бог с ним. И самый провокационный вопрос может получить хороший, правильный ответ. В результате ответ важнее, чем вопрос. И ведь те ответы, которые давал сегодня президент, они действительно, я не хочу сказать, успокаивали. Они доказывали слушателям, читателям, всему миру, Западу, Востоку, кому угодно, что мы прекрасно осознаем, в каком положении мы находимся. Мы знаем, как из этого трудного положения мы выйдем. Мы видим те необходимые детали, которые должны для этого получиться. Как оружие, как усовершенствование наших вооруженных сил, как внутреннее единство украинского общества. И все это рассказано честно, ясно, просто, без издемок, без глупости, без бархвальства. Поэтому я очень рад, что такая пресс-конференция получилась, что она, так сказать, отметает вот какое-то такое, знаете, определенное, ну, что ли, неуверенность, которая появилась в последнее время на Западе. Что там в Украине, вот как они, вот два года они еще не выиграли, а вот у них такие большие потери. Кстати, о потерях, это честно, что мы назвали, это ужасное большое число, но это необходимо, чтобы знало наше общество и чтобы это знало мировое общество. Таким образом, я к штыку приравняю перо, когда-то говорил поэт, вот в данном случае перо не просто приравнено, оно не слабее штыка. Андрей Иванович, вот в том числе Зеленского спросили, да, не пришло ли время поговорить с Путиным. Это был вопрос от журналиста ABC, если не ошибаюсь, американская медиа. На что, конечно, Зеленский сказал, как бы о чем разговаривать, да. То есть, есть площадка определенная, которая создается украинским государством, на которой Путин может признать, что да, идея с войной была неудачна, ну и дальше следует. Да, мы уже этот мирный план не раз обсуждали. Выплата репараций, признание, поражение, вывод войск на границе 1991 года. Но Владимир Зеленский ответил, что Путин видит себя до 2030 года железно, да, и он это, как бы, все время этот месседж не скрывает на своих выступлениях. Вот что вы думаете все-таки о каких-то дальнейших площадках? Вообще, стоит ли о них говорить и реально ли, чтобы они появлялись в ближайшее время? Или сейчас речь идет только о поле боя и так далее? Вот объясните эти детали. Я считаю, что говорить сейчас о каких-то площадках переговорных не имеет смысла по той простой причине, что мы не имеем собеседника. Мы имеем врага, который во всех возможных случаях, на всех, как говорят, площадках, выступает и сам, и его придворные, типа Лаврова или типа Медведева и прочих, выступает только с одним требованием уничтожения Украины. Он говорит об этом неприкрыто. Мы должны произвести там все эти геноцификации и прочее, ля-ля. Не будем употреблять этот дурацкий лексикон. Но прав президента Зеленский в том, что он говорит, о чем разговаривать с этой конторой. Он даже не называл этого человека по имени и правильно сделал. Другой вопрос, надо ли иметь каналы связи. Естественно, их надо иметь. Во-первых, для того, чтобы лучше чувствовать страх и неуверенность врага, это неплохо. Во-вторых, для того, чтобы продолжать обмен нашими военнопленными. Для того, чтобы помогать семьям, тех, кто незаконно захвачен и находится в плену у Российской Федерации, чтобы они верили и знали, что мы этим занимаемся. Это можно делать непосредственно, как это делают наши соответствующие органы, главные управления разведки, СБУ. Но это можно делать также и через посредников. И такие посредники есть. Есть страны, с которыми вынужденно разговаривает Кремль. И эти страны с удовольствием помогают нам в принятии, понимании тех или иных процессов, которые сейчас в Российской Федерации. А также о том, о чем я уже сказал, об освобождении наших заложников, наших детей. Мы знаем эти страны. Это и та же Турция, и тот же Катар, и Саудовская Аравия. Не будем называть другие. Они тоже есть. Пусть они остаются в тени. Андрей Иванович, позвольте уточню, чтобы динамика разговора сохранялась. Андрей Ермак сказал, что в Швейцарии пройдет саммит мира. И об этом говорили еще во время визита Зеленского в Берн 15 января, если я не ошибаюсь. 160 стран пригласят. Россия пока не ожидается на этом этапе. Это может быть той площадкой, о которой мы говорим, через которую ведется основной канал коммуникации о позиции Украины? Российская сторона уже четко и жестко сказала, что Швейцария является недружественным государством. И поэтому Швейцария не может быть никаким в данном случае переговорщиком. Для них Беларусь может быть, наверное, Венесуэла, Иран. Понятно? Беларусь не может быть для них, потому что Беларусь для них ничто. А вот у них есть контакты с некоторыми странами, которые для них важны. Я бы сказал, даже жизненно важны. Я не случайно первым назвал Турцию. Турция жизненно важна для Российской Федерации в сегодняшний день. И с точки зрения, так сказать, какого-то окна, якобы, российские граждане могут туда ездить, отдыхать. Но и с точки зрения получения каких-то более важных вещей от Турции, а именно, это какие-то материалы, какие-то механизмы, какие-то новейшие устройства, которые правдами и неправдами приходят через третьи страны в Российской Федерации и употребляются для устройства ихнего оружия. То есть все эти чипы, микросхемы и прочее, это как-то должно попадать в Россию, которая ничего этого делать не умеет. А раз не умеет, значит, откуда должна украсть. Значит, маленькие Азербайджаны или маленькая Армения уже перестали этим заниматься. Дают по рукам. Ну, говорят, что в Турции еще занимается. Но с дня на день все это закрывается. То есть вот эти страны, на которых Россия издавна надеялась, возможно, и Китай, они являются тем каналом, который может действительно использовать Россия, когда она захочет, извините, сдаваться. Когда она поймет, что преступлением пора положить конец и пора убираться с нашей территории. Это произойдет. Другой, ну, не в Швейцарии, ну, собственно говоря, и хорошо, что не в Швейцарии нечего делать российским негодяям в Швейцарии, и российским перерыводщикам в Швейцарии нечего делать. Там слишком хорошо для них. Не надо, чтобы поплоше. Андрей Иванович, теперь давайте перенесемся на Елисейские поля. Тут довольно любопытная информация появилась. Сегодня около 20 европейских лидеров соберутся в Париже, чтобы отправить президенту России Владимиру Путину послание о европейской решимости в отношении Украины. Процитирую одного из советников президента Макрона. Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит Украину. Наша цель – разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом сможет победить. Андрей Иванович, как вы думаете вообще подобные послания, подобные встречи, которые произойдут в Париже? Насколько это эффективный механизм? Ведь Россия, по сути, насколько мы понимаем и знаем, она воспринимает лишь язык силы. Эффективный механизм был продемонстрирован в виде присутствия Урсулы фон дер Ляйен, премьера Бельгии, премьер-министра Италии и четвертый кто-то был... Да, и премьер-министра Канады, когда они стояли на поле Гостомельского аэропорта вместе с президентом Зеленским. Вот это был прекрасный посыл. Даже если бы они просто промолчали. Ничего больше не надо было добавлять. Все в Кремле поняли. Президент Покрон по внутренним причинам, по причинам внутриполитическим во Франции, не смог прибыть в Гостомель. Но он хотел каким-то образом не выпасть из вот этого круга явных, мощных друзей Украины. Поэтому было организовано вот то, что вы называете открытое заявление или письмо, или что еще. Это хорошо, что президент Макрон чувствует, что не совсем удачно то, что он не прибыл к нам в Киев, в Гостомель в эти дни. Тем более, что он собирался с визитом. И вот то, что он это чувствует, он попытался таким образом как-то восполнить. Так что, знаете, есть ведущие, так сказать, лидеры, которые могут это делать всегда. Вот я имею опыт работы в Брюсселе и знаю, что такое Европейская комиссия. Это необыкновенно трудное, огромное, хлопотное дело. Это 27 европейских комиссаров, с которыми надо ежедневно поддерживать контакт. Это более 2000 служащих высокой квалификации. И для Урсолы фон дер Ляйен выделить три дня своей жизни для того, чтобы приехать и постоять в Гостомеле. Час – это очень важно, это подвиг. Вот такие вещи показывают, насколько действительно европейское общество, потому что президент Европейского Союза олицетворяет европейское общество вместе с президентом парламента, насколько это общество решительно поддерживает Украину, и как много оно может дать, оторвать от себя, от своих собственных граждан, чтобы дать нам, чтобы поддержать нас. Андрей Иванович, ну я думаю, никто не поспорит с тем, что хорошим сигналом Путину было вступление Украины в Европейский Союз, таким, знаете, очевидным. И вот об этом говорит Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки. В двух словах объясню, что это в себя включает. Это пишут техническая задача, которая охватывает различные аспекты предстоящих переговоров. Там идет речь об этапах переговоров, открытии переговорных глав, как оценивается, собственно, прогресс и закрываются переговорные главы. Но вот можете объяснить нашей аудитории, это очень растяжимое и надолго, или какая-то конкретика появляется? Мы хотим, конечно, видеть конкретику и поменьше уже обсуждать заявление. Да, это уже не заявление, это конкретная работа. Ну вот мы собираемся куда-то. И вот перед тем, как мы собираемся куда-то, мы должны определить для себя, куда мы собираемся, куда мы берем билет, что мы за него платим, и какая наша цель дальше в этом путешествии. Вот это и есть создание переговорной рамки, открытие фактически переговоров. То есть эти детали, о которых вы упомянули, и многие другие, они, собственно, означают, какая делегация Украины и какая делегация Европейского Союза, когда встречаются, и о чем они начинают говорить, и какой порядок этого разговора. То есть вот практическое вступление Украины в Европейский Союз с этого начинается. Относительно того, как это будет долго, как это будет продвигаться, это уже другой совсем вопрос. Это вопрос готовности нашего реального общества во всем его многообразии и экономика, и политика, и социальные отношения, и так далее, готовности его к принятию законодательства Европейского Союза и воплощения его в жизнь. Но вот то, что сегодня, то есть вчера, было определено, что эти переговоры начинаются в марте, это большая и очень серьезная победа. Общая победа, я бы сказал, и Брюсселя, и Киева. Потому что были сомнения, сумеет ли в этой ситуации украинская сторона сформировать полноценную делегацию, которая будет готова к этой работе. Сумеет ли Европейский Союз сейчас, а там выборы через 4 месяца, сумеет ли Европейский Союз сейчас собраться с этой же задачей, создать полноценную делегацию и дать ей соответствующие указания, как и что вести. То есть оказалось, что возможно. Еще несколько дней тому назад в Европейской комиссии были сомнения. И в одном из своих интервью Урсула фон дер Ляйен сказала, что мы не знаем, возможно, это будет летом. И тут в Киеве она сообщает, что это будет именно в марте. Это большая победа. Это значит, что мы начинаем этот разговор в марте. Это значит, что до будущих европейских выборов, которые будут в июне, они уже будут вестись. И новый парламент Европейский, и новая Европейская комиссия будет продолжать это дело, а не будет решать, когда открывать, что открывать и так далее. Мы впрыгнули в вагон, который мы пропускали много-много лет назад, много-много раз. Сейчас мы в поезде. То есть в марте мы будем в этом поезде. Андрей, спасибо вам большое. Спасибо громадное, что прояснили. Это очень важно. Мы, как всегда, были очень рады вашему экспертному анализу. Советник директора Национального института стратегических исследований, дипломат, в прошлом представитель Украины при Европейском Союзе Андрей Веселовский присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова